День без автомобиля – это символическая акция, призванная напомнить обществу о вреде чрезмерной автомобилизации. Впервые его провели в Швейцарии в 1973 году в связи с разразившимся тогда топливным кризисом. Такое альтернативное кодвижениям затем еще четверть века держалось благодаря лишь отдельным энтузиастам. Но в конце 90-х в разных странах Европы все больше людей стали предпочитать личным автомобилям общественный транспорт, либо велосипеды. Сейчас в ряде мегаполисов устраиваются настоящие велодемонстрации, а число участников по всему миру оценивается примерно в 100 миллионов человек. Десять лет назад к такой акции присоединилась и Россия. Сейчас поддерживают инициативу отказа от личного авто практически во всех крупных городах нашей страны. Рязань не стала исключением. Однако мнения у горожан на эту тему различаются. Ну полезно. Во-первых, сразу воздух становится свежим после этого, когда люди перетят. И здоровье людей. А у вас не получилось сегодня отказаться? Ну у меня работа. Спасибо. Да какая разница? В чем полезность-то? В смысле полезно? Экология. Экология. У нас тут это воняет сероводородом, там турлаты увекидывают. Ну вообще, наверное, полезно, чтобы не пачкать город глазами своими. Но я не могу. У меня дела сегодня. Потому что мне надо ребенка в детский сад отвезти. А вообще, как думать, полезно такой день соблюдать? Отказывалась от машины на один день всего лишь? Сложно сказать. В день отказа от автомобилей в Рязанской школе номер 69 прошел необычный урок для учеников пятых, шестых и седьмых классов. Провели его сотрудники госавтоинспекции. Они организовали для школьников игры и конкурсы, которые напомнили ребятам правила дорожного движения. Автомобиль действительно созданный когда-то в помощь человеку в настоящий момент. Представляет определенную угрозу, как экологическую, так и безопасности жизнедеятельности человека. Поэтому необходимость соблюдения требований правил дорожного движения и законопослушного поведения на дороге – это основа безопасности. Это занятие дорожных инспекторов с ребятами прошло на территории школьного автогородка, который весьма похож на городскую улицу. Мы хотя бы на один день очистим свою атмосферу. Потому что, во-первых, велосипеды не загрязняют наш окружающий мир и качаются ноги, и ты дышишь свежим воздухом. Мне кажется, да. Потому что человек, когда едет на велосипеде или даже ходит, его здоровье улучшается, он становится сильнее духом, даже свежим воздухом. Да, это полезнее. Потому что люди в последнее время двигаются очень мало. И ездят больше всего на автомобиле. Автомобиль загрязняет воздух. И за этот вот такой день очень полезен для окружающей среды и для человека. В общем, осознание того факта, что автомобиль иногда даже полезно сменить на велосипед, ко многим приходит уже сейчас. Кирилл увлекается как велосипедными прогулками по городу, так и велосипедным спортом. И уверен, что велосипед – это не только приятный способ передвижения по городу, но и хороший способ укрепить свое здоровье. Во-первых, велосипед – это радость. Во-вторых, он прост в управлении, прост в обслуживании, он экологичен, экономичен, ну и просто стильно выглядит. К сожалению, велосипедисту в Рязани тяжко живется, довольно опасно, потому что приходится ездить вместе с машинами по ПДД. Но, к сожалению, велодорожек специальных нет. Есть одна, но она, считай, без начала, без конца. Поэтому ее, как мне кажется, нужно начать от Кремля и продлить до ЦПКО. Тогда она будет, в принципе, культурным местом, и можно будет даже под это делать целый туристический маршрут. Словом, почему бы действительно не задуматься и не внести в свою жизнь такое замечательное транспортное разнообразие. Тем более, что погода шепчет, а потому вполне располагает к велосипедным прогулкам. Продолжение следует...